Уважаемые коллеги, сегодня прекрасный день, потому что с нами два ведущих эксперта хирургии щитовидной железы в России, и я не побоюсь сказать в мире, которые не нуждаются в представлении. Это Владимир Эдуардович Иванушка и Илья Валерьевич Слепцов, представители Московской и Санкт-Петербургской школ эндокринной хирургии. Мы записываем нашу беседу с Конгресса Ассоциации эндокринных хирургов России. Уважаемые эксперты, хотелось бы начать с банальной темы, с одной стороны, но именно она вызывает наибольшее количество вопросов у эндокринологов и терапевтов, проблеме микрокарциномы щитовидной железы. И вопрос к вам, все-таки пунктируете ли вы их? Как поступаете, когда приходит пациент с вопросом о необходимости оперативного лечения и юридических вопросов консервативного ведения этих пациентов? Владимир Эдуардович. В современном мире есть два подхода. Есть как бы европейско-американский, есть японский подход. Дело в том, что микрокарциномы – это тот феномен, который есть практически у каждого третьего взрослого человека. При этом все эти люди доживут до глубочайшей старости, умрут, как порядочные люди от инфаркта, либо от инсульта, но никак не от микрокарциномы. Но при этом все-таки есть достаточно агрессивные формы рака, которые тоже проходят стадию микрокарциномы. Как быть в этой ситуации? Американский и европейский подход говорят о том, что мы не рассматриваем образование менее одного сантиметра для того, чтобы их пунктировать, потому что мы столкнемся с тем самым обилием этих микрокарцином. А микрокарциномы, я хочу напомнить, это рак щитовидной железы, высоко дифференцированный, менее одного сантиметра. Японский подход говорит о том, что мы, наоборот, будем пунктировать микрокарциномы. Почему? Для того, чтобы их наблюдать. Мы подтвердили пункционный диагноз, и только при наблюдении мы можем понять, будет эта микрокарцинома прогрессировать или нет. Получается так, что японские наблюдения говорят о том, что прогрессирует менее 10% микрокарцином, который они и оперируют. Американский и европейский подход исключает вообще из рассмотрения дальнейшего диагностического поиска этих микрокарцином, и речь идет о биопсии и уже оперативном лечении, только когда рак более одного сантиметра. Насколько это правильно, сложно сказать, потому что и в ином, и в другом подходе речь идет о летальности менее 1%, которая, собственно говоря, была 50 лет назад, когда мы не диагностировали эти микрокарциномы в принципе. Но с точки зрения правового поля и, как мне кажется, сложившихся онкологических таких стереотипов, в нашей ситуации, если мы выявили микрокарциному, и мало того, что не то, что я, а кто-то другой ее пропунктировал, следующий шаг, наверное, приводит к тому, что вряд ли мы можем юридически наблюдать выявленный рак, и мы вынуждены это оперировать. Насколько это правильный подход? Ну, у меня большие сомнения, что это правильно, потому что приходится оперировать всех. Японский же подход говорит о том, что они оперируют только, наверное, 10% из всех. Поэтому показатели качества жизни при наблюдении микрокарцинома, они значительно выше, чем при стандартном подходе, если всех мы будем оперировать. Илья Валерьевич, я знаю, что Вы самостоятельно выполняете ультразвуковое исследование всем пациентам. Вот Вы видите, что образование менее 1 см, есть эхографические признаки. Вы понимаете, что это с огромной долей вероятности рак. Как Вы поступаете в ежедневной клинической практике? Первое, что мы делаем, это делаем анализ на кальцитонин. Поскольку, когда мы говорим о возможности наблюдения за микрокарциномой без операции или возможности отказа от биопсии тонкоигольной как таковой, первое, в чем мы должны быть уверены, что перед нами не медулярная микрокарцинома, которая может быть опасна на любом, в принципе, размере. Возможно, и их когда-то начнут наблюдать, но пока на данный момент доказательной базы хорошей в этой области нет. Поэтому первое, что делается, проверяется кальцитонин, мы отсекаем опасный вариант рака щитовидной железы. Второе, когда мы понимаем, что перед нами не медулярная карцинома, мы должны принять решение, в первую очередь, делать биопсию или нет. В нашей конкретной практике мы обычно биопсию делаем, потому что мы видим селективную выборку пациентов. Пациент обычно к нам обращается уже, как это принято говорить, в третичный центр, в специализированный центр для того, чтобы понять, что ему делать, потому что до этого ему было непонятно. У него уже были какие-то походы к врачам, и ему нужен кто-то, кто решит ситуацию. Если мы оставим его без биопсии, то мы вернем его в начало этого круга. Поэтому, когда мы говорим о нашей практике, мы сделаем биопсию, дальше будем действовать сообразно тому диагнозу, который мы увидим. Если же говорить о рекомендациях, которые мы должны пропагандировать для массового применения на всю страну, то здесь вопрос несколько более сложный, чем просто делать, не делать. Наверное, я не буду очень груб, если я скажу, что у нас в стране нет несколько иные этические подходы. Я не буду говорить пациентов к врачам, но врачам к врачам точно зачастую. И когда вы будете давать пациенту рекомендацию не пунктировать что-то очень похожее на рак, вы должны понимать, что, возможно, следующий врач скажет совершенно не так. У вас будет явная ситуация расхождения в тактике, и пациент обычно склонен верить тому, кто предлагает более активные действия, или кто более убедительно рассказывает о страшных последствиях, если ничего не делать, что будет. Вторая история связана с нашей сейчас сложившейся особой законной ситуацией, которая, насколько я знаю, не существует нигде больше. Ситуация, когда понятие врачебной ошибки, оно кримилизовано. Оно не является областью рассмотрения страховой медицины, денежной компенсации, лишения лицензии. И оно является вопросом рассмотрения в уголовном суде. И надо понимать, что даже в том же исследовании ИТО было показано, что если говорить о молодых пациентах, а именно эта группа 35-40 лет, это зона, где есть пик заболеваемости популярным раком, самым частым раком щитовидной железы. Именно в этой области, в исследовании ИТО, была максимальная частота поражения региональных лимфоузлов. Насколько я помню, около 16% пациентов при наблюдении у них выявлялись пораженные лимфоузлы шеи. Это не опасно. Никто в исследовании не умер от этого. Но это может быть поводом для обвинения врача, который отказал пациенту в биопсии или в операции по поводу микрокарцинома, в том, что он запустил процесс, привел к его региональному распространению. И если, не дай бог, к отдаленному, что бывает в крайне редком, но теоретически возможно, то, конечно, потом тому, кто давал такие рекомендации, будет очень сложно объяснить, зачем он это делал. И вся доказательная база мировая может абсолютно никак не быть важной для тех, кто будет рассматривать этот случай. Поэтому, если говорить о нашей тактике в отношении микрораков, я могу сказать так, что мы делаем биопсию конкретно в нашем центре. Если у нас, у хирургов, которые консультировали пациента, есть желание это сделать. Если пациент приходит просто на биопсию, и у него узел 4, 5, 6 мм, и мы не видим никаких явных признаков рака, то мы отговариваем, не рекомендуем делать. Массово мы не применяем биопсии при узлах меньше 1 см. Но если речь идет о серьезном подозрении на рак, и мы сделали биопсию, потому что мы ее делаем, мы считаем, что это нужно. И мы получили диагноз карциномом, понимаем, что это микрокарцинома, то есть нет инвазии капсулы, нет регионарного, нет отдаленного распространения. В такой ситуации мы минимизируем нашу агрессию путем применения органосохраняющих операций, что на самом деле является легальным и с точки зрения российских рекомендаций, и европейских, и американских. И, что очень важно, это предохраняет пациента от дальнейшего развития опухолевого процесса, снимая все возможные вопросы. Вот эта тактика, мне кажется, в наших юридических условиях является более разумной, чем просто отказ от биопсии, пока вот на данный конкретный момент времени. С другой стороны, это разумный отказ, так скажем, в плане юридического поля взаимодействия пациент-больной, то есть не пациент-больной, врач-пациент, врач-государство. С другой стороны, есть замечательный пример Южной Кореи, где, так скажем, в середине 2000-х был одобрен скрининг ранних форм рака, считается, железы, где фактически всему 50-миллионам населения Южной Кореи было проведено ультразвуковое исследование, были выявлены те самые ранние формы рака. То есть микрокарциномы, они были пропунктированы, больные, соответственно, подверглись оперативному лечению. И, собственно говоря, чем это закончилось? То есть проблема любого скрининга, она все-таки направлена на выявление ранних форм каких-то заболеваний, лечение которых именно на этих ранних формах приводит к улучшению, я не знаю, онкологических показателей, улучшению качества жизни, продолжительности жизни, сокращению летальности. Что касается рака щитовидной железы, выявление рака в Южной Корее увеличилось 17,5 раз. При этом показатели летальности остались абсолютно те же. Но представьте, хирургия щитовидной железы, она не такая уж безопасная вещь. Все-таки есть специфические осложнения, которые снижают качество жизни достаточно серьезно. Владимир Владимирович, задам вопрос. Можно однозначный ответ? С учетом всего вышесказанного. Не более ли правильно будет трибун говорить о том, что не пунктировать менее сантиметра, а не проводить массовые УЗИ щитовидной железы, для того, чтобы не повышать, без показаний, не повышать выявляемость этих микрокарцином. То есть, получается, с юридической точки зрения мы врач очень уязвим, а если мы будем делать меньше УЗИ, мы, соответственно, меньше будем их и выявлять. Дело в том, что эта проблема не касается, допустим, сферы эндокринологии или эндокринной хирургии или онкологии, потому что большая часть наших пациентов с узлами приходит к нам, так скажем, уже с выявленными, так сказать, при УЗИ проблемами, на которые, собственно, на ультразвуковые исследования, которых отправил врач абсолютно, как бы, другой специальности. Там есть куча примеров. Молодая девушка жалуется на сердцебиение, приходит к кардиологу, кардиолог, логично было посмотреть, ТТГ нет, он отправил на УЗИ щитовидной железы. Вы согласны? Приходит пациентка, да, делать УЗИ брюшной полости, врач, УЗИст говорит, а давайте щитовидочку посмотрим. Вспомню замечательные времена в Москве, когда УЗИ можно было сделать в переходе в метро. Вопрос в том, что действительно, когда у человека уже проблема выявлена, да еще, собственно говоря, УЗИст посмотрел и сказал, какой-то у вас там кровоток, и что-то мне, вот узел ваш не нравится, какой-то он нехороший. Все, пациент перестал спать, он уже прибегает к нам, что бы мы ему ни говорили, он хочет все сделать для того, чтобы избавиться от этой проблемы. Давайте пропагандировать тогда снижение количества УЗИ без показаний. Так нет, мы этим уже занимаемся последние 20 лет. И, собственно говоря... Можно один комментарий? Вы спросили, да или нет, однозначно. Я вот против ограничения на УЗИ. Потому что я вообще считаю, что вот ограничение рекомендации ограничивать УЗИ, она похожа на рекомендацию поменьше смотреть телевизор. То есть мы можем с вами об этом говорить, можем пропагандировать, телевизор все равно будут смотреть. Почему? Потому что он уже здесь. УЗИ уже здесь, УЗИ изменило мир. Мы сейчас с вами обсуждаем вопрос, надо его делать или нет, чтобы знать больше о пациенте или знать меньше о пациенте. Потому что если мы узнаем о пациенте больше, это может быть для него опасно. Но этот вопрос, понимаете, такой философский, мы не сможем остановить применение УЗИ. Я вообще считаю, что УЗИ не является отдельной специализацией. УЗИ – это базовый навык, как аускультация, перкуссия, пальпация, который должен преподаваться каждому врачу. И выдача диплома врачу в конце обучения в институте должна означать, что он владеет методикой УЗИ. Особенно это касается УЗИ щитовидной железы, который является самым поверхностным органом человека, прекрасно, полностью достижимым во всех отделах, если это не загрудненное расположение для ультразвуковых лучей. Поэтому можем с вами говорить да, нет, ограничим, запретим. Все равно УЗИ делать будут. Я считаю, что это надо делать. Я лично и все наши эндокринологи выполняем УЗИ. Для нас осмотр означает УЗИ всегда. Потому что я без этого чувствую себя, как будто мне завязали глаза. Вопрос в том, что надо учить людей принимать правильные решения на основании того, что они видят. То есть если вы не будете смотреть телевизор, то, может быть, вы начнете читать больше книг. Это, кстати, полезно. А может быть, да, это очень полезно. А еще самое главное, не верить всему, что мы вот видим по телевизору. Но ведь дело в том, что запрет делать смотреть телепередачи для многих людей вовсе не будет означать более массовое чтение книг. Да, но могут ли все делать правильные выводы, глядя в экран телевизора? Давайте перейдем к следующему вопросу. Вопрос не в этом. Сейчас, одна секунда. Это очень важно, потому что мы, к сожалению, здесь путаем понятие первичного УЗИ и скрининга. И, так скажем, уже конечного этапа в этой диагностической цепочке, которую представляет мой уважаемый коллега, это совсем разные вещи. Вопрос в том, что, опять же, опыт Южной Кореи, ряд публикаций, которые были, собственно, в одном из топовых медицинских журналов в зарубежных, говорит о том, что, уважаемые коллеги, не повторите наших ошибок. Потому что, опять же, летальность 50 лет назад от рака щитовидной железы была менее 1%, когда кроме пальцев у врача ничего не было. Не было ни УЗИ, ни КТ, ни МРТ, ни ПЭТ, ни биопсии. Сейчас у нас все это есть. Мы стали больше оперировать, больше выявлять летальный стаж. В конце концов, есть социально значимые заболевания, от которых умирают люди. Почему бы, так как мы живем в материальном мире, не перераспределять вот эти средства гигантские, которые мы можем тратить на бесконечное УЗИрование щитовидной железы, на лечение именно тех заболеваний, от которых люди умирают. Мы же живем в материальном мире. Зачем эти УЗИ, биопсии и все остальное? Наверное, мы должны выделять группы риска из того обилия микрокарсином, с которым можем столкнуться. Именно те группы риска, у которых действительно могут быть агрессивные формы рака. Это тот же уровень кальцистанина, абсолютно, я согласен. Это облучение головы шеи в анамнезе. Это ряд пациентов, которые проходили лучевую терапию по поводу лимфом, по поводу медлобластом, когда попадала щитовидная железа в область, собственно говоря, облучения. Это люди с семейным анамнезом рака щитовидной железы. Это люди, у которых есть увеличенные лимфоузлы на шее. Это люди, у которых есть первые симптомы агрессивного течения рака щитовидной железы, а дебют заболевания может быть с нарушением фонации или глотания, когда опухоль просает в возвратный гортанный нерв. То есть мы должны все-таки с умом применять тот самый скрининг, а не делая это всем подряд. Потому что мы, понимаете, как у нас бывает, что качество жизни пациента снижает не само заболевание, а то, что врач ему говорит, что у вас какой-то узел нехороший, что-то кровотокнет, вот что-то не нравится мне, понимаете? То есть не само заболевание, а то, что мы говорим пациентам и снижает качество жизни. Вот давайте это хотя бы не делать. Спасибо большое. Давайте, продолжая тему ультразвукового исследования, перейдем к следующему вопросу о классификации террас, которую сейчас активно внедряют по всему миру. Существует несколько вариантов классификации. Ваше мнение, нужно ли ее внедрять повсеместно, в том числе в клиниках, не специализирующихся на патологии щитовидной железы? Все-таки каково ее будущее? И я знаю, что на недавнем Конгрессе Ассоциации Европейских Терридологической был доклад о преимуществах, именно экспертной оценки перед использованием этой классификации. Владимир Ударович, каково ваше мнение? В чем, собственно говоря, существует основная суперзадача протокола террас? Это попытка оценить степень злокачественной сети, опять же, не с целью постановки диагноза, а с целью оптимизации показаний функционной биопсии. Только с этой целью. Смысл в чем? Допустим, если мы видим по классификации террас высокоподозрительный узел, который очень похож на рак щитовидной железы, если эндокринолог отправляет такого пациента на биопсию и получает доброкачественное заключение, вот тут он должен задуматься. А как так? Вроде семиотика ультразвуковая очень подозрительная, а биопсия доброкачественная. Вот здесь, чтобы не пропустить рак, не допустить ошибки, может быть, стоит пункцию повторить сразу же. Либо, наоборот, есть доброкачественная семиотика те ситуации, когда биопсия вообще не нужна. Это кистозные узлы, если мы получаем жидкость, клеток там нет. Биопсия, классическое циологическое исследование, будет говорить о том, что пункция не информативная, и так ее можно повторять до бесконечности. То есть в одних ситуациях, на основании протокола террас, мы можем отказаться от биопсии, а в другой ситуации мы будем ее повторять для того, чтобы не пропустить тот самый рак щитовидной железы. Илья Валерьевич, каково Ваше мнение? Я бы сказал, что задача классификации террас, равной как и классификации Бетезда в цитологии, это обеспечение максимально точной передачи мысли одного специалиста другому. И сама необходимость в этой классификации появилась потому, что у нас процесс диагностики, УЗИ или цитологической, он отделен от врача, который принимает решение. Врач-эндокринолог направляет своего пациента к врачу УЗИ, чтобы тот оценил ультразвуковую картину. И врачу УЗИ нужно передать назад свою мысль. И понятно, что он может написать, что узел гипоэхогенный, неровные контуры и так далее. И, наверное, даже врач, внимательно читающий этот бланк, если он понимает вообще значимость разных признаков ультразвуковых для вероятности быть злокачественным узла, он поймет, наверное, что пишет врач УЗИ. Но мы с вами знаем, что когда любой человек по любому вопросу другому человеку передает что-то, облекая это в слова, в момент превращения мысли в слова теряется 90% информации. Возникает масса недосказанностей, непониманий. Вроде бы говорят люди об одном, и вроде даже одни и те же слова, а вот понять друг друга не могут. И вот для этого я придумала классификация тиража, чтобы человек написал, допустим, пять, и всем понятно, о чём идёт речь. Понятно, что дело пахнет жареным. Или там два, всё вроде спокойно. Это сознательная примитивизация, упрощение беседы с тем, чтобы было понятно, о чём люди говорят, даже если они разного возраста, разной нации, на разном языке говорят. Если, допустим, вы и врач-индокринолог, и врач УЗИ, ну, наверное, вам самой себе не надо писать тираж, потому что вы видите и говорите, это плохой узел, я это вижу. И действуйте дальше. Но когда речь идёт о том, что участвует несколько специалистов, то для того, о чём правильно говорит Владимир Эдуардович, чтобы итог, а нам важен только итог, тактический итог, был правильным, то я считаю, что вот такие вещи, как классификация тиража, они очень полезны. Мне не очень интересуют, знаете, проценты рака в разных группах, меня интересует итог. Назначили пациенту биопсию или нет, сделали ему операцию или нет, отпустили его домой или наоборот отправили на дополнительный круг обследования. И вот в этом смысл этих классификаций. С этой точки зрения она очень полезная, я считаю. Таким образом, она облегчает передачу информации, да, и степень ошибки от одного специалиста к другому. Да, это беседа такая. И следующий вопрос ввиду несовершенства существующих методов диагностики рака щитовидной железы и в том числе в случае фолликулярных аденом, когда мы по-прежнему пациента подвергаем ненужному оперативному лечению. Каково Ваше отношение, как Вы видите, будущее молекулярных генетических панелей, используете ли Вы их в своей клинической практике, отправляете ли, возможно, за рубеж препараты? Ну, у меня был опыт работы с одной из американских компаний. Вопрос в том, что, вот опять же, мы были на конгрессе с Ильей Валерьевичем вдвоем, и очень интересная была мысль, несмотря на все активное применение молекулярных генетических панелей, которые обладают, кстати, достаточно серьезной стоимостью, оказалось, что не так уж и часто хирурги, основываясь на результатах этих панелей, меняют объем операции. Вопрос в том, что для нас, наверное, сейчас в большей степени играет роль не дифференциальная диагностика фолликулярных опухолей, потому что вот эти 15-30%, БТСД-4, когда заключение, ну, в своей клинической практике, Илья Валерьевич, ну, наверное, все-таки цифра эта завышена. Мне кажется, что у нас менее 5% фолликулярного рака при таком заключении, конечно, это нас достаточно серьезно настораживает в плане того, что мы, так скажем, да, из 100 операций, которых мы делаем по поводу фолликулярных опухолей, оказывается, только в 5 случаях мы делаем их по, так скажем, настоящим, так скажем, проблемам. Но вопрос в том, что валидность этих панелей, с одной стороны, очень снизилась, потому что в 2017 году 17% из всего папиллярного рака были исключены так называемые инкапсулированные формы фолликулярного варианта папиллярного рака, который сейчас называется опухолец, инкапсулированный опухолец с низким злокачественным потенциалом, с папиллярно измененными ядрами. Валидность панели уменьшилась. С другой стороны, есть влияние абсолютно, потому что это бизнес, внедрять эти панели во все случаи вообще пункционной биопсии, что, конечно, будет, так скажем, приводить к хорошему финансовому результату этих компаний. Но, опять же, упирается это все то, что, допустим, если я делаю операцию по поводу фолликулярной опухоли, традиционно это гемитериотектомия, операция является не только лечебным, но и диагностическим, собственно говоря, диагностической процедурой. Если я получаю плановую гистологию аденома, замечательно. Если я получаю минимальный инвазивный фолликулярный рак любого размера, тоже замечательно. То есть я не меняю объем операции. Что касается изменения объема операции, когда я должен делать окончательную тереотектомию, фактически это широко инвазивный фолликулярный рак, частота которого немногими отличается от анапластического рака. То есть эндокринолог за всю свою длительную и счастливую долгую жизнь может с этим ни разу не столкнуться. То есть я применил молекулярно-диагностическую панель. Мне сказали, аденома или это рак, но по большому счету ответственность такая, что мне проще все равно сделать гематериотектомию, чтобы четко знать гистологический вариант, и больному это будет спокойнее. То есть фактически это исследование мало приводит к запланированному объему операции или показаний. Скорее молекулярно-генетические панели нам необходимы для прогнозирования течения рака. Это будущее, потому что соизмерять свою хирургическую активность мы обязаны, так скажем, злокачественным потенциалом рака. То есть чем агрессивнее рак, тем агрессивнее наша хирургическая тактика. Это, кстати, и, мне кажется, прольет свет на ситуацию с микрокарциномой. Тогда мы сможем определить по, так скажем, биологической природе, по генетическому профилю эту опухоли, оперировать нам ее или нет. Потому что, допустим, ситуация. Есть папиллярный рак 1 см, 1,5, ограниченной тканью щитовидной железы. То, что мы по клиническому протоколу ТНМ можем классифицировать как Т1А или Т1Б. У нас нет доказанных региональных отдаленных метастазов. Пациент не входит в группу риска агрессивных форм рака. То есть нет облучения, нет высокого кальцитанина, нет каких-то других критериев, которые могут его относить к высокому злокачественному потенциалу. Допустим, у него есть бераф-мутация, которая характерна для рака щитовидной железы, или ее нет. Бераф-мутация, которая, с одной стороны, может говорить о некой агрессивности рака, с другой стороны, может говорить о его, так скажем, возможном первичном множественном поражении, с другой стороны, есть ряд работ, которые говорят, что вообще это никак не связано с агрессивностью. И вот здесь есть бераф-мутация. Будем мы делать тиреотектомию или все-таки ограничимся гемитиреотектомией? Мы знаем, что если присоединяется мутация ТЕРТ, так называемая, это однозначно агрессивная форма рака, и мы должны сделать тогда, может быть, не только тиреотектомию, но еще центральную фаденектомию и отправить пациента на радиоактивный йод после этого. То есть нам нужно абсолютно четкое понимание на основании генетических исследований, понимание об агрессивности того рака, с которым мы столкнулись, возможно, на самой ранней стадии. И только на основании этого мы должны определить, наблюдать этот рак, или, может быть, оперировать, а если оперировать, то в каком максимальном объеме? Или, наоборот, возможности выполнить органно-сохранящие тактики? Илья Валерьевич, Вы используете молекулярно-генетические панели? Как видите их будущее? И да, и нет. Я бы сказал так. То есть сейчас ситуация заключается в том, что, насколько мне известно, зарегистрированных и прошедших уже полную процедуру сертификации в Минздраве панелей генетических в России нет. Большинство лабораторий, которые производят генетические тесты и даже их предлагают к реализации, они используют для производства этих тестов реагенты, которые в Россию, не в России сделаны, а в Россию ввезены для исследовательских целей. Таким образом, с точки зрения юридической, для клинического применения они использованы быть не могут. С точки зрения, верю ли я в то, что это может быть полезно для агностики? Да, безусловно. Генетика дает нам шанс на то, что через какое-то время мы получим подобные машины, которые будут анализировать значительно более широкие вопросы, в том числе и вопросы рак-не-рак, потенциал агрессивности и так далее. Потому что только уход от ручного человеческого труда превращает систему в массовую и качественную. Из узкой и, дай бог, качественной, а часто очень совершенно противоположной. Хорошо воспроизводимое. Да, именно, очень важно это. Произошедшая смена хирургических подходов к лечению высоко дифференцированного рака небольших размеров щитовидной железы вызвала ряд вопросов. Как вести этих пациентов после операции? Можем ли мы опираться на онкомаркертериоглобулин? И должны ли мы в этой группе больных снижать ТТГ до нижней половины референсного диапазона? Каков ваш опыт, Владимир Владимирович? Ну, мы ориентируемся на современные клинические рекомендации. Если мы говорим о, собственно говоря, ведении этих больных после операции, то любой врач, собственно говоря, это может быть хирург, это может быть онколог, но я считаю, в большей степени эндокринолог это должен делать, потому что все-таки основная масса пациентов, оперированных по поводу рака, наблюдается у эндокринологов, могут оценить принадлежность той или иной группе риска на основании гистологического исследования. И, естественно, существует три группы риска после операции, то есть группа минимального риска, промежуточного или среднего, высокого риска. И в зависимости от результатов гистологического исследования пациенты относятся к той или иной группе. Органно-сохранящая тактика, она, так скажем, применима в группе пациентов низкого риска. Почему? Потому что в группе низкого риска летальность от рака равна нулю, вероятность рецидива достигает менее 5%. И самое интересное, что хирургии щитовидной железы все-таки не такая безопасная вещь. И, как я уже говорил, специфические осложнения снижают качество жизни гораздо, наверное, серьезнее, чем сам по себе рак. Условно говоря, в той группе пациентов, в которой от рака умереть нельзя. Поэтому именно органно-сохранящая тактика, она, так скажем, применима в этой группе. Что касается показаний к терапии радиоактивным йодом, равно как и оптимальные режимы дозирования левотироксина, то есть целевые значения ТТГ, они будут отличаться в этих группах. Если мы говорим о группе минимального риска, там проводится обычная заместительная терапия, целевые значения ТТГ от 0,5 до 2. Группа промежуточного риска, где уже показана, собственно говоря, окончательная тиреоиды к томии, и, собственно говоря, даже врач-эндокринолог может понять на основании гистологии, если пациент после органо-сохранящей операции приходит, но по этим данным гистология относится к группе промежуточного риска, эндокринолог может запросто рекомендовать окончательную тиреоиды к томию, чтобы провести потом аблацию радиоактивным йодом. Там целевые значения будут уже отличаться. ТТГ – это так называемая мягкая супрессия. Там ТТГ от 0,1 до 0,5. И уж в группе высокого риска, это фактически персистенция рака, там уже проводится истинная супрессивная терапия. Что касается наблюдения пациентов после органо-сохранящей операции, безусловно, им также рекомендовано определение уровня антител и тиреоглобулина из самого тиреоглобулина. И здесь понятно, так как ткань железы доля осталась, нас не будут интересовать отрицательные значения тиреоглобулина. Здесь, конечно, мы будем отслеживать уровень тиреоглобулина, нарастает он или же он становится стабильным. И то, это не всегда будет являться, допустим, нарастание уровня тиреоглобулина признаком прогрессии рака. Это может быть деструктивный процесс, тот же аутоимометериодит. Вопрос в том, что здесь мы должны дифференцировать эти состояния. Поэтому все-таки в группе органо-сохранящих операций мы должны это отслеживать. Я думаю, стоит озвучить, что в норме после гематиреодоктомии до 10 уровень тиреоглобулина можно считать… Нет, здесь никаких норм не может быть. Здесь всегда все зависит от, так скажем, фона, который есть в щитовидной железе. Если это аутоимометериодит, он может быть выше. Вопрос в том, что мы должны правильно интерпретировать не саму цифру, которая есть, а мы должны интерпретировать динамику этих показателей. Я могу сказать следующее. Мы несколько лет уже экспериментируем с тиреоглобулином, с определением после гематиреодоктомии. И я могу сказать вот такие данные, что процентов 20-30 пациентов имеют тиреоглобулин при первом определении, не раньше, чем через 3 месяца после операции, ниже 2. Это те пациенты, у которых обычно нет фонового аутоиммунного процесса. И это ни о чем в целом не говорит, кроме того, что вы будете достаточно спокойны, будете редко встречать этих пациентов, наверное, не будете начать дополнительные какие-то диагностические исследования. Часть пациентов имеет уровень тиреоглобулина до 10. Есть данные Спенсера из Великобритании, которые говорят, что это, в общем, тоже достаточно безопасно. Как правильно говорит Владимир Дарвич, это лишь некая точка, которая весьма и весьма условна. Но, тем не менее, в этом случае вы тоже, наверное, не будете сильно напрягаться. Но есть определенная группа пациентов, когда первый же контроль дает вам цифру, допустим, 100-150. И если при этом вы видите явные ультразвуковые признаки аутоиммунного поражения, щитовидной железы, плюс, допустим, титр антитела изменен, вы можете подумать, да, наверное, это аутоиммунный тиреидит, наверное, на это все свалить, и, может быть, даже вообще больше никогда не интересоваться тиреоглоблину этого пациента. Но если железа абсолютно имеет нормальную эхогенность, однородную структуру, он власть тиреоглоблину 150, и, допустим, при повторном контроле через полгода он у вас, допустим, стал 200, то честный разговор с пациентом будет заключаться в том, что вы не знаете, почему такое тиреоглоблину. И вы предполагаете, что, да, вероятность поражения легких, откуда может идти такое количество тиреоглоблина, крайне мала, раз опухоль была маленькая, но она не является нулевой. Дальше вы с пациентом можете выбрать, остаться, допустим, на КТ-контроле периодическом, который здесь, может быть, будет необходим, или удалить вторую долю, чтобы жить спокойнее, как минимум у вас появится повод для беседы. Опять-таки никаких абсолютных значений здесь сказать точно нельзя. Второе, о чём я хотел бы сказать в отношении первой части вашего вопроса, супрессия, не супрессия, здесь очень важно помнить о том, что должна сохраняться логика в лечении пациента на всех его этапах. Если вы сделали гематеродоктомию пациенту, считали её допустимой, значит, вы считали, что опухоль – это низкорисковая, низкоопасная. Значит, из этого логично следует, что вам не нужен радио-йод, иначе вы бы не стали делать гематеродоктомию, и не нужна супрессия. Если же вы видите пациента, у которого гематеродоктомия сделана, но он супрессирован до нуля по ТТГ, возникает вопрос к доктору, который его ведёт. Вы чего-то боитесь? Зачем вы подавили ТТГ? Зачем вы блокировали функцию той доли, которую вы до этого сознательно оставили? Если вы чего-то боитесь, тогда действуйте логично. Тогда убирайте вторую долю, делайте радиоактивный йод, мониторируйте ктериоглобулин. А если вы боитесь чего-то, но повода для этого нет, то это вопрос уже к вашему внутреннему состоянию, от него есть свои лекарства, и, в общем, надо как-то менять свою тактику. Поэтому главное – не нарушать этой логике. Путь к каждой возможен, но они не должны смешиваться, потому что опухоли высокого риска и низкого риска, даже если они называются популярный рак, это абсолютно разное образование, по сути своей. В последние годы сменилось отношение не только к первичному объему операции, но и отношение к метастазам в зоне регионарного лимфоотока. Мы понимаем, что пациенты от этих метастазов не умирают, и хочется попросить вас сформулировать четко, кого мы можем наблюдать. Видим мы единичный метастаз, сразу ли мы должны его удалять? Кого мы можем консервативно вести? И есть ли место малоинвазивным методикам в случае наличия метастазов в зоне регионарного лимфоотока? Ну, тут, опять же, два возможных варианта ответа. Первый в рамках нашего правового поля, это одна ситуация. В рамках общепринятых каких-то понятий, это другая. Как вы поступаете в вашей клинической практике? Ну, мы все-таки придерживаемся рамок правового поля, и любой метастаз, который мы видим, мы вынуждены удалить. Наблюдать можем только те метастазы, которые технически удалить невозможно. Если есть какая-то прогрессия, тогда мы применяем дополнительные лечебные опции. Первый, естественно, это радиоактивный йод. Если речь идет о йод-резидентных метастазах, которые прогрессируют, то тогда обсуждается вопрос назначения так называемой таргетной терапии. Что касается общепринятой тактики, то, естественно, когда речь идет о метастазах единичных, обсуждается вопрос применения минимально инвазивных методов, их деструкции. То есть это может быть и радиочастотная аблация, это может быть и склеротерапия этанолом. Либо существует вообще тактика их просто банального наблюдения, потому что также доказано, что люди, пациенты с единичными метастазами медулярного рака, даже пациенты с... летальность в группе пациентов с отдаленными метастазами, то есть из группы высокого риска, составляет всего лишь на всего 50%. Есть такое понятие, да, что перед тем, как, допустим, рассматривать аблацию радиоактивным йодом, должна быть максимальная хирургическая аблация. То есть мы должны удалять все, что мы диагностируем. Насколько это возможно. Илья Валерьевич. Я бы сказал еще о той роли, которую мы пока не упоминали, о том, что мы можем использовать индекс вот этого метастатического поражения, лимфоузлов, для оценки агрессивного потенциала опухоли, насколько она злокачественна. Если мы говорим с вами о том, что, допустим, популярная карцинома, как самая частая опухоль, поразила лимфоузлы центральной группы, то для меня, например, этот факт не является никаким абсолютно значимым, я вообще его не воспринимаю в целом, потому что мы все знаем, что эту опухоль любит метастазировать в эту зону. Если мы находим 1-2 пораженных лимфоузла, даже после гемитеридектомии с центральной лимфодисекцией, я, например, не считаю, что это повод для расширения объема оперативного вмешательства и проведения терапии радиоактивным йодом. То есть центральные лимфоузлы, это вещь банальная, они часто поражаются, и крайне редко, мне неизвестно подобные случаи, чтобы они являлись причиной гибели пациента. Боковые лимфоузлы – несколько иная ситуация. Поражение боковых лимфоузлов уже указывает на то, что у опухоли есть определенный, более высокий злокачественный потенциал. В частности, мы проводили исследование 380 пациентов с популярной карциномой фолликулярным вариантом, где мы показали, что у нас не было ни одного случая, чтобы у пациента были поражены легкие и не было одновременно поражено боковых лимфоузлов. Отсюда обратная мысль, что если у пациента поражены боковые лимфоузлы, мы воспринимаем его как потенциального пациента, у которого может быть и отдаленное метастазирование, значит, мы должны, наверное, отвечать опухоли более агрессивно, раз она агрессивно нападает. И опять-таки очень важно понимать, что если у вас, допустим, удалено 40 лимфоузлов и один из них поражен, то да, это будет стадия на 1b. По ТНМ-классификации. Но это совершенно не то же самое, что, допустим, 25 из 40 удаленных пораженных. Или 39 из 40. Это разные опухоли. И вы будете действовать в отношении этих опухолей совершенно по-разному, основываясь на индексе между количеством удаленных лимфоузлов и количеством пораженных лимфоузлов. Поэтому оценка, она важная. Вопрос в том, можно ли вести консервативно пациентов. Как правильно сказал Владимир Владимирович, мы так сейчас не делаем, потому что этого нет в рекомендациях, и мы должны следовать рекомендациям в наших условиях. Но это потенциально возможно. Я уверен, что это будет одно из наиболее близких изменений рекомендаций мировых в будущем. Это уже есть в рекомендациях. Но в американских рекомендациях сказано, что если вы проводили лимфодиссекцию, и потом в этой же зоне нашли лимфоузел, и если он до 8 мм в боковой зоне, вы можете его не трогать, если он не растет и не проявляет явных агрессивных свойств. На УЗИ. Даже можете его не пунктировать. Так вот, соответственно, вопрос в том, что это будет в будущем, пока этого нет. Можно ли сейчас наблюдать пациентов или проводить малоинвазивные методики в России, если говорить о нашей конкретной ситуации? Я бы сказал, что, наверное, учитывая нашу юридическую ситуацию, можно в одном случае, когда пациент соматически тяжелый, когда повторное вмешательство не принесет ничего полезного для этого пациента, и когда вы понимаете, что что бы вы ни сделали с этим метастазом, наблюдали ли или его склерозировали или лазером разрушали, ожидаемая продолжительность жизни не зависит от этого поражения, тогда я думаю, что это и у нас в России возможно. Применяем ли мы это массово? Я могу сказать так, склеротерапию не применяем, хотя я уверен, что это эффективно. А вот наблюдение у некоторых таких пациентов, да, используем. У нас два вопроса осталось. Один Илье Валерьевичу задам, второй вам. Эндокринологи на практике очень часто сталкиваются с наличием небольших, менее 1 см узлов щитовидной желези и пограничных, слегка повышенных значений кальцистанина. Илья Валерьевич, вы в своих лекциях озвучиваете уровень 5 пикограмм на миллилитр у женщин, 12 у мужчин, однако мы видим, что лаборатории нам другие референсные значения зачастую предлагают, и мы понимаем, мы первым этапом исключаем прием ингибиторов протонной помпы, курение, факт курения у пациента, проводим тест стимуляционный, но не всегда получаем ответ. Вот как в этих случаях, допустим, в ходе стимуляции, как я понимаю, вы всегда ее проводите, да, при пограничных значениях или нет, вот первый вопрос, да, и второй, если мы получили значение, допустим, 90 в ходе стимуляции, вызываете ли вы пациента повторно через полгода для проведения пробы или нет, и проводите ли вы смывно кальцистанин, да, из щитовидной железы, из узла. С пунктом, это очень интересно. тема еще часа на полтора. Нет, вот Илья Валерьевич, там сейчас кратко, и вы тоже один. Я буду очень пытаться сказать кратко. Первое. Когда мы стали рутинно применять кальцистанин при узловом зобе, что очень хорошо, мы вскрыли огромный пласт то ли болезней, то ли не болезней, которые сопровождаются повышением кальцистанина относительно референсов, которые, как вы правильно сказали, многие лаборатории интерпретируют по-разному, но в рекомендациях Американской территориальной ассоциации, о которых, я говорил, звучит цифра 5 для женщин, 12 для мужчин, но при этом цифра кальцистанина базального ниже 100. Что такое цифра 100? 100 – это цифра, при которой бесспорно, бессомненно, со стопроцентной вероятностью речь идет о медулярной карциноме. Вопрос в том, а что будет, если кальцистанин ниже 100, но выше 5, допустим, для женщины? Понятно, что чем ближе кальцистанин к сотне, тем выше вероятность, то есть чем выше специфичность теста, тем выше вероятность, что у пациента именно медулярный рак. Чем ниже, тем ниже вероятность. Какие, не очень хорошее слово на русском языке, отсечки, cut-offs, нужно использовать в данном случае. И мне нравится работа, которая вышла в 2018 году, это работа Нидерли из авторов, из Вены, которую я считаю наиболее близкой к тому, что я чувствую, как правильные отсечки, где он сказал, что у женщин цифры выше 28, по-моему, базальной кальцистанина, но у мужчин выше 58. Уже говорят о 100% специфичности теста. То есть 100% людей с таким кальцитонином в их исследовании имели медулярный рак. Учитывайте только то, что в исследовании было 60%. Это на самом деле неплохо для данной зоны, но тем не менее это очень небольшие цифры. И в том же исследовании они пациентам проводили стимуляцию, стимулируют сейчас, как вы знаете, глюканатом кальция. Он обладает высокой способностью стимулировать кальцитонин, очень высоко стимулируется кальцитонин. И в том исследовании у женщин стопроцентная специфичность, то есть у всех был медулярный рак, достигалось при кальцитонине стимулированном 680 и выше, у мужчин выше 1500. То есть когда вы говорите о цифре в 90, это не медулярный рак, это что-то другое. И поэтому я скажу так, что если вы видите пациента с любым повышением кальцитонина, это для вас как красная лампочка, вы должны насторожиться. Понятно, что если норма 5, а у пациента 6, наверное, это очень слабо нужно насторожиться. А если 24, то посильнее. Проводить или нет стимулированный тест. Отношения к этому разные. И я бы сказал так, если перед вами пациент с кальцитонином в 26-28, может быть и не стоит. Или с целью научной, или с целью понять для себя чуть больше о пациенте, ну как минимум накопить данные. На данном этапе, может быть, это полезно, потому что мы еще не очень много суммарно этих тестов провели, и полезно их выполнять, чтобы потом было что анализировать через несколько лет. Мы делаем, потому что нам интересно, что будет дальше. Но вопрос в том, что к интерпретации тоже относиться нужно очень так аккуратно. Потому что, если перед вами реальный медулярный рак, вы увидите взрывной уровень, рост уровня кальцитонина, с 20 скакнет до 1000, и вам все станет ясно. Но если он с 20 скакнул всего лишь до 80, это не медулярный рак. Обычно так. Поэтому да, стимулированный тест мы используем, но интерпретируем его результаты, понимая, что настоящих стопроцентных зон отсечек нет. Мы просто анализируем цифру в целом. Степень роста, я бы сказал так. Второе, то, что касается взятия биоптаты из узла, сомнительного, подозрительного, маленького обычно в этом случае, и определения уровня кальцитонина в смыве. Вот если говорить конкретно, мое сейчас мнение, этого делать не надо. По причине того, что мы столкнулись, и Владимир Дуарьевич точно так же столкнулся с этим, мы недавно обсуждали этот вопрос, с тем, что есть ряд пациентов, у которых кальцитонин в смыве с узла будет, допустим, 2000. Учитывайте, что это зависит концентрация от того, сколько пассов, проходов вы сделали в узле, какой диаметр иглы, который вы этого делали, каким количеством и чего вы промывали, потому что от этого всего зависит концентрация. Но если у этого пациента вы возьмете смыв из той же доли, из обычной ткани, или из противоположной доли, и вы можете увидеть, что там кальцитонин тоже 2000. Что это? Это циклеточная гиперплазия, это просто наше пока непонимание норм концентрации кальцитонина в разных зонах щитовидной железы, потому что хороших исследований нет, мы пока не знаем. Ясно одно, что имея настолько неточный тест, который ошибается, мы не можем его рекомендовать к рутинному применению. Я бы сказал так. Для врача практического важно одно. Увидели кальцитонин выше нормы, не можете доказать, что это повышение неспецифическое из-за, например, ингибиторов приема протонной помпы, напрягитесь и отправьте пациента в специализированную клинику. Как минимум на одну консультацию. Это будет стоить того, потому что медулярный рак опасен. Вот я бы на этом пока остановился. А потом уже вы можете контролировать в динамике и так далее, но пусть посмотрит специалист. Медулярный рак, к счастью, хорошо обычно видно на УЗИ. Он имеет специфические УЗИ-признаки. Спасибо. Второй вопрос, который зачастую встает перед эндокринологами, при наличии либо узлового зоба, либо диффузного увеличения щитовидной железы. Тактика ведения при наличии минимального смещения, допустим, трахеи, что мы должны озвучить пациенту? При минимальном ее сдавлении. Давайте разделим наших пациентов в зависимости от ожидаемой продолжительности жизни. Все гораздо проще. Мы должны помнить, что такое болезнь. Болезнь – это то, что снижает качество жизни либо ограничивает ее продолжительность. Поэтому есть коллоидный зоб, есть давление трахеи на 10%, есть давление трахеи на 15%, на 20%, на 30%, на 40%, на 50%. Мы должны сделать отсечку ту и понять, действительно, это уже есть патологический симптом или его нет. Естественно, одно дело, что это может быть в 30 лет, в 40, в 50, в 80, но мы всегда должны помнить, что сам по себе коллоидный узел ничем не опасен, но он может вызывать определенный симптом, который может снижать качество жизни. Это может быть горячий узел тиреотоксикоз, это может быть компрессия, трахея, при котором уже отмечается дыхательная недостаточность. Это может быть, я не знаю, такой косметический дефект, что женщина не может спокойно существовать, но, опять же, вопрос симптома и качества жизни мы всегда должны обсуждать с больными. Тут нельзя как-то разграничить пациентов на какую-то определенную степень. До 10% компрессии мы наблюдаем, а 30% мы уже оперируем. я думаю, что здесь как раз пожалуйста, это клиническое мышление, это работа с больным. Спасибо вам большое. Вопросов еще очень много и я надеюсь, что это не последняя наша встреча и обсуждение. Всего вам доброго. Спасибо большое.